Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы командир, сейчас мы опишем ситуацию. Я ситуацию, знаешь, как знаю. Вы руководитель? Да. А, все, мы вам поясним и дальше... Я знаю, как ситуацию знаю. Сейчас они поднимутся, если не успеть там. Он хотел написать заявление, поехал. Да, вы знаете, вот, ну, да, и ребята в процессе того, как его везли, обещали засунуть ему там не только кепку в задницу и все подряд. Он нам диктофонную запись предоставил. Он нам предоставил диктофон, мы слушаем. Разберемся. Просто там, ну... Разберемся. Нет, так, ребят... Давайте вечером, потому что они все спят. Да пусть они спят. Пожалуйста, мы не уполномочены ваших бойцов никак. Нет, ну, ясно, ясно. А что вообще конфликт? Конфликт такой, что люди... Подраздели... Пожалуйста, запугали меня, Саша. Запугали этих двух пацанов 91 года до такой степени, что он пришел заикается. Они вывезли их за 30 километров. А это не ваши ребята? Не ваши ребята. А вы, а куда идем-то? Вы присутствие с нами? Нет, это мой экипаж был. Вы были там находились? Конечно, конечно. Вы посредством. А, ну да, вот я и голос слушал. У нас есть дело в том, что запись того, что происходило, ребята нам дали, но у нас, честно говоря, шок. У нас просто шок. Как можно было засунуть их, говорит, кепку засунем в жопу? Да там не пока кепку. Слышишь, ты что, говорит, будешь Амвакову сейчас звонить. Так мы сейчас наберем, кого надо там. Так понятно, неинтересно. А что ж вам интересно? Вы мне скажите, пожалуйста, какую ситуацию они вам рассказывали? Так мы на диктофон слышали, чтобы рассказывали. Стойте, спокойно. Ситуация следующая. Мы либо разговорим спокойно, либо мы не разговорим вообще. Смотрите, вы нам не делаете одолжение. Нет, просто я вам говорю реально, как оно есть. Мне просто самому интересно. Как вас зовут? Игорь меня зовут. Игорь, я поясняю вам ситуацию. Пацаны 91-го года пошли в кафе. Пришли, сели за столик, их там пересадили, они сели за другой, потом сказали им там платный вход. В общем, чтобы вокруг и около не ходить, конфликт с администрацией. Они вызвали каких-то быков, пришли какие-то быки, ребята испугались. Не-не, это я расскажу. Ну, то есть быки какие-то пришли, они испугались. Позвонили 102, ждали, ждали, ждали. Приехали ребята. Мы приехали. Они говорят, приехали ребята, мы им объяснили ситуацию, что так и так там нам угрожают. Они сказали, слышь, что ты тут, короче, это. Начали ломать руки. Я, говорит, передал, я своему знакомому начал передавать чек за кофе, чтобы он сохранился, потому что они хотят претензии. Они, говорит, начали ломать руки, понятые, официантки, вот смотрите, что у него в руке. В общем, смысл таков. Ребят забрали в райотдел одного. Отвезли в райотдел за 30 километров. Там, говорит, просто, говорит, унижения сплошные, маты, угрозы, все на диктофоне слышно. Мы приехали в райотдел, точно так же пообщались с теми людьми, которые были на смене. Все сегодня вежливы, как английская королева. Вам приезжаешь, ну просто такого не было. Там, пацаны, где-то позор. То, что мы слышали, это просто позор. Хорошо, конкретно ко мне какие претензии? Претензии такие, что людей вы просто довели до сказу. Понимаете? Они вас вызвали, что вы помогли им. А по факту, по факту, человека вывезли за 30 километров отсюда, и он полночи тяпал потом. Это не ко мне проблема. Я понимаю, что отделение полиции так далеко отходится. Понимаете? Дело не в этом. Дело в том, что ваше подразделение просто по-скотски себя ведет. Уже не говоря о том, что ходят просто, вон у вас эти трубочки лежат, проедел, с конфиската. Ходят, едят, с конфиската берут. Мы зашли, сегодня все видели. Вон эти коробки стоят. Шо это? Это вы уверены, что это с конфиската? Да шо мне уверены быть? Там все есть. Все же есть. А ну это хорошо. Конкретно, что вы хотите услышать конкретно? Конкретно, чтобы вы к людям нормально относились. И по поводу, смотрите, пацаны эти вызвали вас не для того, чтобы вы их везли в райотдел, а для того, чтобы вы их защитили. А вы приехали и стали, слышишь? Ты че? Ты знаешь, как работают в Затоке. Ты знаешь, что это за люди. Ты знаешь, что это за люди. У него на телефоне. Включите, я послушаю. Мне аж интересно. Вы послушайте в Ютубе. Себя посмотрите и послушайте. Хорошо, мне даже реально. Так и шо реально? Ну шо вы удивляетесь? Ну, вон ваши стоят. Вот как они разговаривают. Шо тут реально? Мне не интересно, кто с вами разговаривает на данный момент. Я разговариваю сейчас я с вами разговариваю. Вы понимаете, что это или нет? Поехали сейчас доделаем. У нас история такая. Мы приехали, не права здесь качать. Просто вам поясняем. Вы когда ребята одеваете форму, понимаете? Вы помните о том, что вы защитники людей. И то, что вы... А мы это говорили, вашим товарищем. Да, вы ему рассказывали, что мы вас... Разми говорю, одель форму, одель форму. Попробуй, говорю, поработать. Ну я не могу к вам бегать. Хотите, подойдите. Ну подойдите, мы тут общаемся. Ну, давайте вечером. Он отдыхает. Я пообщаюсь. Да он сам попросил. Я пообщаюсь. Я что, я его задерживаю? Я пообщаюсь. Нам не о чем разговаривать, по сути. Мы приехали к вашему командиру написать заявление по этому поводу. Вам реально? Я просто вам еще раз говорю, что люди, если хотят, то есть как бы с вашей страданиями. Хорошо. Я прошу вас, пожалуйста. Что у вас заявление? Мы напишем пояснение. Давай, давай. Человек, сейчас мы вам привезем. Он сейчас пишет в райотделе. Пожалуйста, проведите беседу. Вы на видео посмотрите, что там происходило в этом райотделе. Или как люди общались. Вы вечером подъедете, да? Нет. Ну, какой смысл нам подъезжать? Ну, о чем? Ну, соберется три человека. Я послушаю то же самое. Иду. То же самое послушаю. Мира, беремся в этой ситуации. Да, да, иду. Хотите вечером подъедете? Чего вы не были довольны? Боже, разводка от тебя. Ребята, просто пусть не ищут. Да, да. Мы там начинают птичутся. Мы в АТУ. Я не против. Это очень здорово все. А они об этом не говорят. Приехали ваши пацаны. Слышишь, ты что? Они не хотели никуда ехать. Они не хотели никуда ехать. Их взяли вот так вот в будку. Иди сюда. Привезли для отдел. Там пацан две недели. Две недели на службе. Две недели на службе. Две недели пацан на службе. Две, я там сидит в райотделе. Сам ничего не знает. Ребята приехали. Он сам говорит, что шторма цифра. Пиши, сидели в кафе. Я на диктофоне спеши. Сидели в кафе, пили пиво. Какое пиво? У меня чек говорит кофе. Так, про пиво не пиши. Это палево. И там сидит в райотделе вот такой дрыщ участковый. Он две недели вышел на службу. У него даже удостоверения нет.